Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человечества. Третий верит, что все материалы съемок на Ледяном континенте у Жака и в Кусто отобрали спецслужбы и наложили на них гриф «Секретно». Но как же тогда быть с четырьмя частями фильмов про Антарктиду 1973-1974 годов, которые вышли на экраны? Где правда, а где вымысел? Разобраться действительно трудно. Начнем с того, что личность самого Кусто может оказаться совсем не такой, какой мы привыкли ее видеть. Долгое время миру показывали Кусто, как отважного человека, призывающего беречь планету, бережно обращаться с природой. Но таков ли сам Кусто на самом деле? Вы будете удивлены и даже шокированы, но отважный ученый на поверку может оказаться приверженцем золотого миллиарда или даже участником какого-то тайного общества. Например, в 1991 году в интервью журналу «Курьер ЮНЕСКО» он открыто посетовал, что человечество слишком быстро растет. И чтобы катастрофы не произошло, следовало бы уже сейчас начинать избавляться от 350 тысяч человек каждый день. Да-да, это сказал Жак Ив Кусто. И здесь можно подумать, что он готов был губить людей ради животных, которых любят. Эдакий человек ультразеленых взглядов. Отнюдь нет. Если судить по фильмам, с природой Кусто обращался весьма вольно и даже жестоко. Ради швартовки с судна он мог взорвать динамитом риф. Ради красивого кадра поранить винтом детеныша Кошелотта. Затем добить его, а потом скормить акулам, показывая зрителям кровавые кадры кормежки. Примечательно, что будущий исследователь родился в семье потомственных юристов. Его отец работал на американских миллиардеров, спонсирующих проекты в университетах и научном мире. Переехав в Америку, Жак Ив Кусто и его брат Пьер быстро освоили английский. Уже в 20 лет Кусто, с детства увлекающийся морем, поступил в военную морскую академию. Ходил в кругосветку на паруснике, выпустился прапорщиком. Побывав в Шанхае, в СССР работал инструктором на крейсере «Сюфрен». Официальная биография Жака Ив Кусто гласит, что во время Второй мировой войны он сотрудничал с сопротивлением. Но известно, что он не переставал служить на флоте при коллаборационистском режиме Виши в Южной Франции, который появился после поражения Франции в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 году. Первый фильм «Кусто. 18 метров под водой» вышел в 1942 году, в разгар войны. Фильм «Обломки» появился в 1943 году, а «Тихие пейзажи» — в 1944. Все это происходило при поддержке брата Пьера Кусто, редактора одной из ультраправых французских газет, который открыто поддерживал тогда нацистов. Сняв всего несколько фильмов о море, Кусто вдруг стал известен всему миру и без проблем получал разрешение на съемки практически в любом водоеме Земли. Его «Калипсо», фактически подаренный ученому за символическую ренту в один франк в год, беспрепятственно бороздило моря и океаны, а Кусто пожинал лавры и становился все богаче. Между прочим, с запаса слота он ушел только в 1956 году. Остается лишь догадываться, какие именно силы мировой закулисы вынесли Кусто на гребень волны и что от него требовалось взамен. Известно, что параллельно с исследованиями, Жак Ив Кусто выполнял и различные тайные, так сказать, заказы, вплоть до поиска арабской нефти. Но самым таинственным мероприятием стала экспедиция в Антарктиду. Осенью 1972 года его «Калипсо» отправилась к Антарктиде. Официально Кусто должен был исследовать жизнь животных и снимать фильм. Но пока экипаж вел судно через Атлантику, Кусто вылетел в Нью-Йорк и погрузился в работу с американскими архивами, а также встречался в США с политиками, далекими от биологии, и подписал договор о сотрудничестве с НАСА. Американское аэрокосмическое агентство подарило Кусто вертолет и обязалось просканировать со спутников те участки Антарктиды и морского дна, на которые укажет Кусто. Несмотря на то, что животное мир ледяного континента лучше всего было изучать в его восточной части, там находились колонии пингвинов и проходили пути миграции китов, Кусто выбрал неожиданно исследование западной части Антарктиды. Сначала судно простояло почти месяц на якоре в заливе Сан-Матиас в Аргентине, в котором экипаж якобы изучал поведение китов. По странному стечению обстоятельств, именно в этом заливе находились затопленные подводные лодки нацистов, что уже настораживает. А в декабре 1972 года судно направилось в Антарктику, к земле Элсуэрта, безлюдному месту, в котором практически нет никакой фауны. Именно там находится впадина Бентли, одна из самых глубоких впадин в мире, скрытая под огромным слоем льда. Автор аргентино-германского происхождения Ганс фон Кранц, со слов одного из аквалангистов Калипсо, Жанна Андре пишет, что у экипажа корабля сложилось ощущение, что Кусто что-то искал. На пятый день плавания Калипсо у берегов земли Элсуэрта радары корабля засекли на мелководье большой объект. Было принято решение о спуске. Сам Кусто не нырял, сославшись на некую болезнь. Каково же было удивление аквалангистов, когда на дне океана они обнаружили совершенно целый, возможно, специально затопленный корабль с ровной четырехугольной палубой, в котором можно было безошибочно опознать авианосец. Для маскировки авианосец был выкрашен в белый цвет, а опознавательных знаков на нем не было. Как только о находке стало известно Кусто, он сразу же связался с кем-то на суше и обо всем доложил. На второй день французы попытались проникнуть внутрь корабля, но этого сделать не удалось. Один из водолазов распорол о металл-гидрокостюм, порезал руку, пришлось срочно подниматься. Возможно, Кусто счел это дурным предзнаменованием, и Калипсо снялась с места. А возможно, задача была уже выполнена. С помощью НАСА или без нее Кусто нашел место затопления корабля и указал на него американцам. Примечательно, что аквалангист Жан Андре, член экипажа Калипсо, утверждал, что экипаж поставил в известность об авианосце французские власти, которые ответили, что в этом районе моря никакие корабли не тонули. Сразу по возвращении Кусто во Францию, все пленки со съемками затопленного корабля были изъяты спецслужбами. Когда через несколько лет в эти воды снова пожаловала международная экспедиция, авианосца на отмеле она не нашла. Корабль исчез, как будто его и не было. Так что же это было за судно? Для того, чтобы выяснить это, нужно вспомнить об арктической экспедиции нацистов 1938-1939 годов. Тогда к Арктике отправилось германское судно Швабия с двумя самолетами на борту. Однако мало кто знает, что была и вторая группа судов, поход которых нацисты не афишировали. В нее входили ледокол Квебек, купленный фашистами у канадцев в 1937 году, и переименованный во Фафнир, парусный барк Альберт Лео Шлагеттер, и скрытно вышедший из Германии огромный авианосец Манфред фон Рихтгоффен, он же бывший граф Цепелин, который мог нести на борту до 50 самолетов. Этот авианосец был построен на верфях Германии, но официально так и не был завершен. Его название получил другой корабль. Немцы вообще были асами по части сокрытия судов. Известно, что пилоты Швабии занимались авиасъемкой земли Элсуорта, которая почему-то очень интересовала нацистов. Любопытно, что после экспедиции Швабия не возвращалась в Германию вплоть до 1944 года. До этого периода нет никаких сведений в Германии и о ее капитане Альфреде Ричаре. Зато в 1944 году появляется информация, что Швабию потопили англичане. Но где находился экипаж корабля целых пять лет? Уж не в Антарктиде ли? И что могли там делать нацисты? Ответа может быть два. Создавали базу 211. Или же что-то искали. Что-то настолько ценное, на что не жалко было тратить деньги, время и даже жизни. Но что же это было? Уран? Артефакты? Технологии Атлантов? Возможно, разгадав эту тайну, мы могли бы найти ответы на вопрос, как и почему нацистская Германия сумела опередить в своих военных разработках весь тогдашний мир и словно бы перепрыгнула из 1940-х годов в 1980-е. После окончания войны тонны бумаг нацистского архива были вывезены в США. Из них американцы могли узнать, что именно происходило в Антарктиде с 1939 по 1944 год и понять, что именно находилось на борту авианосца фон Рихтгоффен. Очевидно, что информация об этом таинственном авианосце и о его секретном грузе была найдена, а сам Кусто, как коммерсант, был просто привлечен для его поисков. В его верности американцы не сомневались. Узнав координаты корабля, они, очевидно, подняли его с глубины или ликвидировали, оставив нас гадать о назначении корабля и его секретном грузе. А сам Кусто, выполнив возложенную на него миссию, продолжил плавать на своей Калипсо и выполнять другие задания спецслужб и тайных организаций, которые могли очень щедро оплачиваться и вознаграждаться. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментарии, кем же на самом деле был Жак Ив Кусто. Простым исследователем морей и океанов, известным на весь мир путешественникам, или тайным эмиссаром секретных обществ и мирового правительства, который выполнял секретные поручения в различных частях планеты, в том числе и в Антарктиде. Мы еще будем говорить о загадках Кусто и Антарктиды, и что ему удалось там найти. Поэтому, если вам понравился этот материал, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, ударьте в колокол, чтобы не пропускать все обновления на канале, а также прошу вас, подписывайтесь и на Телеграм, так вы точно не пропустите все обновления и уведомления о новых роликах и стримах на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok